В изрытой кратерами нейтральной зоне не защитит даже танковая броня. В низи и на расстоянии экипаж танка Сергея стреляет по российским ценам всем, что есть. Противник в пяти сотнях метров в другом конце поля. Смотрите на попадание Сергея справа сверху. Приказы – подступить, отъехать, спрятаться. Мы прямо за ними. Быстро! На позиции, быстро! Чистое поле – друг их врага. Я же говорил, танки, кей, вдало. Наш танк успешно работал по цели, поэтому вражеская артиллерия теперь целится в нас. Наши дроны-корректировщики дали экипажу команду срочно откатиться за пределы досягаемости, чтобы наши ребята не попали под артиллерию противника. 120-миллиметровый снаряд упал, может быть, в 20-30 метрах от нас. Небольшое затишье, и пора двигаться дальше. Вот что год обстрелов сделал с городом Виникая Новосёлка. Когда-то процветающий город теперь почти заброшен. Но российские бомбы сюда падают до сих пор. Минометный снаряд падает справа. Город уже превратился в руины, но ещё один снаряд приземляется ещё обниже. Они пристрениваются. Любое движение здесь привлекает внимание россиян. В городе и на его окраинах перемещение в открытую может быть вопросом жизни и смерти. Эта дорога находится в пределах досягаемости российского оружия, и её нужно преодолеть быстро. Российская армия не упускает эту уничтоженную пустошь из виду. Пехотинцу Диме всего 22 года. Он сопровождает нас дальше. Окопы, к которым мы направляемся, примерно в километре. Дима только что мне сказал, что половину этого села контролируют украинцы, а половину русские. Вовремя мы пришли здесь. Миномёты, танковые обстрелы, гранаты — здесь в них стреляют всем. Быстро, быстро, быстро. Встречный огонь разденыл команду. Оператор Даррен Конвей говорит нам спрятаться в траншее. Стюй, здесь есть бункер. Стюй! Давай, беги прямо ко мне. Пригнись. Запрыгивай, пригнись. Тонко что вылетело два русских снаряда. Думаю, это танковый огонь. Они приземлились очень близко к этим позициям. Видите, насколько они не защищены. Здесь нет никаких деревьев. Самое безопасное место для них — в окопах. Но на прошлой неделе у них было несколько раненых. Обстрелы не прекращаются ни на секунду. Мы стоим на позиции нулевой. Трудно не вздрогнуть, когда следующее попадание может быть прямым. Думает мне Дима, что Россия может здесь победить? Ну, это хороший вопрос. Это надо военным каким-то этим задавать. Хорошо. Хорошо. Что думаешь, может Россия победить? Ну, я не знаю, вы как считаете, сможет она или нет. Ну, не знаю, много-много таких вещей. У них просто не ограничено снарядов, понимаешь? У них там склады целые, там, ну, пофиг. Они целый день вот так могут глупить. И они не кончатся в них. А у нас что? У нас... Говорят, в 23-м закончится война. Ну, в этом вот. Штурмовые бригады всякие формулируют. Плюс танки передали нам. Абрамсы там. И так далее. Думаю, выиграем с помощью них. Ну, так и что. У нас, как говорится, казаки, так что... У нас бравые ребята, так что... Потянем, думаю. Митей вместе. Я пойду с другой группой. Идем на бетон. Дима проверяет свободенный путь. Опа-на, нормально. Пока еще не будем идти. Дима рад покрову тьмы. Одна смена здесь по ощущениям, как целая жизнь. За этими деревьями видна большая опасность. Их ежедневный долг – сдерживать ее. От этого зависит свобода их страны. Россия может снова напасть в любой момент. Дима и его товарищи будут ждать.